Наработки коррекционных школ Иваново станут известны на всю страну. Восемь учреждений разных видов из Иваново, Кохмы, Кинишмы, Пучижа и Вичуги принимают участие во всероссийском конкурсе «Свой среди своих». Презентуют образовательные инновации по двум номинациям «Лучшая инклюзивная практика» и «Лучший проект». Конкурс для коррекционных учреждений, особенно такого уровня, большая редкость. Поэтому в школе-интернате номер один для глухих и слабослышащих детей на предложение поучаствовать откликнулись, не задумываясь. А проект уже был – патриотический, краеведческий, под названием «Наш край родной». Ребята с 1 по 12 класс и участвует весь педагогический коллектив. В этом особенности этого проекта. В нем участвуют и родители, и ребята, и воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники. Материал подбирается так, чтобы каждому ребенку на любом этапе было интересно. Раз в неделю ребята из разных классов на внеурочных часах говорят о родном крае, узнают о культурном наследии региона и основных достопримечательностях. Тема такого занятия сегодня – города-губернии. Ребята в интернате учатся дети со всего муниципалитета, показывают малую родину на карте и рассказывают о ней. Которые детишки приезжают у нас только что первое время. Им трудно дается. Они название города, скажем так, с проблемами могут выговорить. И название музеев для них – это все тяжело. Со старшим возрастом проводятся даже исследовательские работы. Раз в месяц в интернате проходит большой концерт. Последний был посвящен Дню Волги. Это танец из основной программы. Ребята изображают сигнальщиков на береговом посту. Сложность постановки в том, что музыку дети не слышат. Темп движения задает педагог. Проект «Наш край родной» – модель функциональная. Переложить программу можно на любое образовательное учреждение. Для малышей – мастер-классы викторины, для ребят постарше – исследования и акции. Все на тему краеведения. Так символично завершается урок географии в 7 классе. Ребята исполняют жестовую песню про родной край. Это все мое родное. Это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне. Кухомская школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата участвует сразу в двух номинациях. В одной – с проектом психолого-педагогического сопровождения. В учебном учреждении работает программа тренингов, индивидуальных и групповых занятий с ребятами. Есть сенсорная комната для психологической разгрузки. Опыт в регионе инновационный. В массовых школах они испытывают трудности от таких кадров, как педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, методисты. А у нас все эти кадры есть. То есть они в помощь нам и они в помощь тем детям, которых мы обучаем. У нас есть коррекционный блок нашей работы. Здесь есть как индивидуальный подход, индивидуальное обучение, так и групповая работа. И у педагога-психолога, и у педагогов-логопедов в том числе. Инклюзивный проект педагоги представили широкой публике недавно. С конца сентября на базе школы работает творческое объединение «Журавлики». Ребята готовят концертные номера, учат песни и танцы, чтобы выступать в социальных учреждениях. Вместе с учащимися коррекционной школы в проекте «Дети из массовой школы Иванова» и воспитанники детских садов. Это, во-первых, идет на пользу не только нашим детям, но и тем детям, которые из обыкновенных учреждений. Я считаю, что наши дети, которые в нашем объединении, которые проходят вот эту школу, они станут, надеемся, понимающими взрослыми, которые не будут видеть вот этой вот грани между людьми с ограниченными возможностями и собой. И, возможно, в будущем они продолжат помогать им стать полноценными членами нашего общества. Сейчас «Журавлики» готовят подарки для своих подшефных – пенсионеров Богородского дома-интерната. Следующая акция запланирована на декабрь. Перед Новым годом ребята повезут в качестве гостинцев престарелым и инвалидам хендмейт-фоторамки. Я ездила в Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и эмоции остались очень хорошие. Они были в восторге, очень рады. И даже пообщалась с одним человеком. Всероссийский конкурс на инновационные образовательные проекты проводится в три этапа. Заявки поданы, участники ждут оценки проектов. Результаты объявят 11 ноября. У ивановских школ все шансы на победу. Мария Измирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.